Столкновение природы и цивилизации. В микрорайонах Нижневартовска в ходе благоустройства массово вырубают деревья. Такое решение по информации коммунальщиков приняли сами жильцы. Главная задача проекта вдохнуть новую жизнь в старые городские дворы, которые спроектировали еще 30-40 лет назад. Сейчас там кладут асфальт, оборудуют тротуары и парковки. План реконструкции согласовывают с вартовчанами, они же оплачивают часть работ. Иногда, как в этом случае, вносят деньги за вырубку деревьев, которые бережно сажали их отцы и деды. Как решить противоречия и примирить стороны? Можно ли проводить благоустройство менее категоричными способами? И как это сделать? Расскажем в нашем следующем сюжете. Вчера здесь был тополь. Этому тополю около 40 лет. Теперь его уже нет никогда. Ирина Иванова снежностью гладит стволы. Здесь каждая полоска на березке ей знакома. Эти деревья под окнами росли и крепли вместе с ее семьей, вместе с Нижневартовском. Зеленые весной и летом, желтые и красной осенью. Теперь с этим радующим глаз светофором придется проститься. Трудно вырастить такие деревья. Они были посажены нашими комсомольцами, родителями, ветеранами, теми, кто основывал этот город. Здесь повзрослели мы. Здесь выросли наши дети. А теперь уже живут внутрь. Марафон благоустройства тоже похож на комсомольскую стройку. Уже три года он шагает по дворам Нижневартовска. На деньги города и жители здесь ремонтируют проезды, прокладывают тротуары, устанавливают детские площадки и делают дополнительные парковочные места. Это изначально идея жителей, собственников жилья. Вот именно все делается во дворах так, как они хотят. То есть они самостоятельно при помощи управляющих компаний объединяются, разговаривают, общаются, понимают, что им нужно во дворе сделать. Какие-то схемы накидывают, проектируют вместе с управляющей компанией. Потом также заявляются на участие в этом марафоне. Это лучшая иллюстрация пословицы «На вкус и цвет товарищей нет». Кому-то важны деревья, кому-то необходима детская площадка. В некоторых дворах по первоначальному проекту не было тротуаров. Пришлось отказываться от зеленых насаждений ради безопасности. Было болезненно с деревьями расставаться, но мы решили, что надо нам в первую очередь тротуар. Потому что детский садик, школа, вот у нас проблема. Машин очень много во дворе, мы сделали стоянку, мы сделали тротуар. Вот у нас люди отнеслись спокойно к этому. По словам коммунальщиков, некоторые и вовсе проигнорировали инициативу. Собрания в ЖЭО, на которых обсуждались проекты, посещали единицы. Правда, потом активность нарастала. В итоге в первом микрорайоне Нижневартовска в голосовании приняли участие 67% жителей. Судя по результатам, многие защитники природы воздержались. Даже если они были против, то есть есть определенный жилищный кодекс, а есть статья, которая регламентирует решение собственников. То есть если половина подъезда против, а два подъезда за, то, к сожалению, тем придется починиться. В итоге во многих дворах жители сделали выбор в пользу цивилизации. Вместо деревьев здесь появятся парковки. Таким образом решили сиюминутную проблему, которая может вылезти через много лет. Все это приведет к тому, что нынешнее поколение обогатится, а наши дети и внуки уже будут решать вопрос, что им с этим делать, с тем багажом, который мы им оставляем. У нас почему-то люди считают, что мы одно дерево срубили, одно дерево посадили. Но то, что требуется тому, чтобы дерево выросло 20-30 лет, это не то же самое, как этот хиленький саженец, который еще будет набирать эту силу. Между тем, югорский проект благоустройства в нынешнем году стал частью национального и будет софинансироваться в том числе из федерального бюджета. Марафона хватит новые микрорайоны. Хорошо бы заложить в программу реновации экологическую составляющую, чтобы в один прекрасный день не оказаться на островке со всех сторон с закатанным асфальтом. Василий Сысуев, Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников. Специально для программы «Больше чем новости». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!